Приветствую вас, чтобы ответить на вопрос относительно того, выйдете ли вы замуж или нет, можно сказать так, для того, чтобы новые отношения построить, нужно как минимум освободиться от отношений предыдущих, от отношений ранних. Опустить их целиком и полностью, перестать за них держаться, выяснить все причины и мотивы того, почему у вас не получилось, сохранить эти отношения и вот тогда вы будете готовы к новым отношениям, потому что не будете сравнивать мужчин, вот тех, которых вы встречаете сейчас с тем, который был с вами на протяжении определенного времени. То есть сравнение и самый главный враг того, что мешает нам строить новые отношения. Не до конца опущен пережитые взаимодействия с предыдущим партнером, которого вы много вложили, мешают вам по сути дела, сделать такую вещь, как с данного отстроить себя в качестве партнера для уже новых отношений. Соответственно, когда и если отношения старые и предыдущие вы отпустите, то наступает следующий этап. Этап, когда вы спрашиваете себя, что я могу мужчине дать как женщину, что я хочу мужчине дать как женщину, что мужчина может мне дать и что мужчины, окружающие меня хотят дать. Далее, в каком образе, в какой роли я себя воспринимаю в отношениях, подчиненным, равноправным, лидирующим. На эти вопросы также очень важно ответить. Важно для того, чтобы понять, какого мужчину вы хотите видеть собой, на кого стоит обращать внимание в большей степени и чего вы хотите от этих отношений, собственно говоря, получить. Дальше, все свои сильные стороны, достоинства, плюсы необходимо всячески развивать, приумножать, вставлять на боках так, чтобы мужчина сразу видел, что вы можете ему дать, чтобы мужчина понимал, кто вы, что из себя представляете и как вам, как к вам относиться, что он получит, если будет рядом с вами. Ну и вести себя необходимо соответствующе, проработав свой и внешний образ, и имидж, и проработав над поведением. И если какие-то проблемы возникают, то это может быть связано с поддержанием разговора, может быть, с осознанием своих слабых и сильных сторон и так далее. Но в любом случае, не нужно думать, что вы уже не встретите своего мужчину, встретите, просто нужно убрать все препятствия, которые вам мешают. Для этого необходимо провести анализ, анализ возможных моментов, препятствующих вашему высоединению с человеком. Если вы опасаетесь, что из-за того, что дочь у вас есть, если вы не построите отношения, то здесь можно сказать так. Мужчина серьезный никогда не станет воспринимать ребенка как препятствия на пути отношений с вам. Напротив, ребенок для него – это проявление вашей любви, заботы, умению терпеть. Это проявление, умение я, да. Это проявление того, что вы можете вести хозяйство. Это понимание того, что перед ним женщина умеющая любить. И для серьезного, уважающего себя мужчины, осознающего себя как зрелого, этого более чем достаточно. На самом деле. Ну, а если мужчина еще не созрел, то, соответственно, вряд ли вы захотите с ним связывать свои отношения. Вряд ли вы захотите тратить на него время и вообще впускать такого человека в жизни. То есть, понятно, да? Нужно определить, что вы можете дать мужчине, чем вы его обогатите. Что вы от него хотите получить. Какое место в отношениях вы хотите занять. И что вам мешает. Вот вы пишите, с кем вы познакомились. Вот и получается, на каком этапе возникают проблемы и почему. Все это нужно проработать. Что касается формы вашего вопроса, то его именно в таком виде лучше задавать эзотерикам. Они вам ответят более узконаправленно. Так сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.